доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 16 сентября 2023 года как вы слышите у нас продолжается стройка поэтому я забралась вот тут в уголочек где потише немножечко и хотела ответить на вопрос нужно ли чихуашки компашка это в том плане что если у человека есть одна или две чихуашки стоит ли заводить третью четвертую для души для любви чтобы собачкам было весело и хорошо и я уже делала видео на эту тему оно закреплено у меня в сообществе на канале нашего питомника в ю тубе а мое мнение на этот счет никаким образом не поменялось объясню это на простых примерах того что значит ну во-первых простой пример моей жизни как обычно все что я говорю это основная масса тех вещей которые я говорю на своих видео в своих видео это именно то что я пережила сама лично в своей жизни на своем личном опыте какие выводы я сделала опыт содержание собак у нас уже более 38 39 я уже так разбиваюсь сама лет с чихуашками вот уже 19 на будущий год будет 20 конкретно с породы чихуа и до собаки разных пород у меня были до чихуа но вот последние года у нас западно-сибирские лайки да и чихуа про конкретно чихуа в связи с тем что любая собака породистая без породы она социальное животное в природе они живут стаями стая присутствует своей иерархии значит собака не одиночка она не хомячок уже исходя из этих слов понятно что ей гораздо лучше когда рядом есть сородич несмотря на всю нашу любовь и заботу мы не можем вот например это у меня вот взрослые собачки зосенька и никусенька даже скажем не молодые негодовалые не щеночки но вы видите как они замечательно друг с другом играют и если кому-то покажется что это грубовато посмотрите как играет нюша и джин блэк это наверное покажется вам гораздо более суровой игрой несмотря на это для собаки это нормально это нормальное реальное псовых поведение то есть иначе они себя вести не могут и всегда лежать на подушечке нализывать друг другу глазки чем они в принципе занимаются после вот таких веселых прогулок тоже вполне себе естественное скажем поведение для собак обратите внимание у нас нет газона нет травы и были дожди было ужасно скользко по скошенной траве ходить по огороду земля вся расквасилась поэтому теперь мы ходим вот по таким искусственным газоном дорожки такие постелили и да это те самые тряпочки сохнут на солнышке про которые мне тут это указывали в комментариях почему ваши собачки спят на каких-то тряпочках ребят бязь качественная толстая бязь более-менее держится от зубов чихуа лежанки они разрывают поэтому вот пока у нас нет дождя пользуемся скажем так возможностью просушить все это удовольствие одеяло и скажем так качественная на бязь все что уже немножко так это почаще постирано все тоже разрывается поэтому тут конечно да компашка чихуашки она конечно да так ну все папа у нас там пилит сверлит я не знаю имеет ли мне смысл туда ближе к нему подходить так нюша нюша это вообще конечно супер поэтому на личном опыте могу сказать так если у вас возрастные опять-таки собачки вот у нас был такой личный опыт и пример у меня американский стафарширский терьер уже возрастная собачка о нюша уже купалась нюша уже плавала у нее уже была онкология ей было больше 10 лет уже и мне уже посоветовали и усыпить потому что вылечить это было невозможно и возраст не позволял оперировать сердце у нее перенесены были два инсульта вот одним словом мне дали неделю на то чтобы я морально подготовилась к тому что у меня через неделю надо будет пойти усыпить мою собаку подготовиться к этому невозможно нереально поэтому собственно что я сделала за неделю пошла купила щенка чихуа ну чисто для того чтобы мне мои моральные вот скажем нервы и мои мысли перевести в другое русло и и самое удивительное произошло дальше когда я пришла с этим щеночком маленьким домой этот щеночек разумеется не был ограничен какой-то территории в нашей квартире мы тогда жили в санкт-петербурге вот он она девочка это была мама кстати говоря нашего бориса которому уже более 12 лет этот щеночек приставал к стафарширу вылизывал играл спал в пузике всячески пытался контактировать с собачкой щенку не знаю понятно ли не понятно ли что собачка старенькая у нее уже что-то болит не знаю но сам факт ребят стафаршир стал значит тоже девочка стася у нас была вот стала реагировать на этого щенка как на своего подопечного что ли младшего на своего щенка что ли я не знаю но одним словом она стала ухаживать за этим щенком вылизывать греть и прожила еще два с половиной года которых мне собственно не давали мне неделю на то чтобы ее усыпить вот это наверное самый сильный пример из моей жизни остальные примеры на наших видео живут мои чихуашки в компашки все дружно и весело вот наша дусенька который уже тоже более 10 лет она гуляет с нашими щенками и я думаю что не было бы этих щенков не было молодых бы собачек которые постоянно хотят играть бегать веселиться я думаю что мои взрослые собаки либо такой знаете пассивный образ жизни это видно хорошо на наших видео как гуляют молодые собачки и как гуляют взрослые собачки они выходят делают какие-то свои делишки потом куда-то выбирают теплое местечко забираются и лежат там загорают или сидят на ступеньках а вот под коп и под курятник и киса у нас теперь это курятница охотница одним словом не бойтесь заводить себе вторую собачку в компанию к первой собачке даже если это будут собаки разных пород но давайте все-таки поближе к теме чихуа не надо делать такой выбор что у меня одна трехкилограммовая чихуа а вторая будет полутора килограммовая чихуа и они будут друзьями возможно они друзьями и будут но играть вместе они не смогут а на мой взгляд самое важное в заведении второго чихуа к первому это именно то чтобы они двигались движение продлевает жизнь молодой организм своим весельем заставляет взрослую собачку больше двигаться и тем самым опять-таки продлевает жизнь вашей первой собачки или даже вашей старенькой уже собачки если же вы берете разного веса собак и размера то компания вот игра не очень-то получится несмотря на то что агрессии там не будет будет скажем так игра неравных сил это все равно что если маленький ребенок моя внучка трех лет играла со своим дедушкой лешей который весит 82 килограмма да и ребенок который весит 15 килограмм ну какая то может быть игра ну конечно понятно да поэтому не надо заводить к стандартного веса и размера собаки породы чихуа мини чихуа пока он щенок это такой быстрый момент когда он превращается во взрослую собачку ничего страшного с этим не будет и щенок не сможет со взрослой играть на равных и взрослая не станет ему отвечать так как она будет отвечать взрослой собаки когда же они уже подрастут повзрослеют и начнут играть в совместные игры и начнут делить какие-то игрушки лежанки или что-то там вкусняшки то для собачки чихуа с маленьким весом размером может это закончится печально про содержание разных пород собак многие задают вопрос вот у меня например там лабрадор ротвеллер можно ли завести чихуашку тот же самый ответ если вы даже и хотите завести себе чихуашку не выбирайте кротвеллеру мини чихуашку в любой ситуации собака с маленьким весом размером это пожизненный щенок это накладывает на вас такую ответственность но даже на примере нашего юджина вот он у нас сейчас бегает и ждет своих мам и пап и несмотря на то что это собачка который исполнился год это взрослая собачка которая уже знает что надо делать как гулять как играть как общаться с другими собачками несмотря на это юджин маленького веса и размера и где-то всегда такая собака верткая юркая всегда ему надо куда-то проскочить между ног там куда нельзя можно и дверью прихлопнуть ребята вот его размер но он сравним со щенком возраста вот ну вот я сравнивала их с нюшкой нюшке было три с половиной месяца и если вот эти собачки у меня взрослые стандартного веса размера там под три килограмма от двух до трех да они крепенькие вот такие вот активненькие бодренькие веселенькие то юджин он по жизни останется вот таким маленьким щенком это так и так уже ответственность ну и сами понимаете ротвейлер может просто попой сесть эти 50 килограмм веса могут попой сесть на ваши полтора килограмма веса когда они будут мирно спать я бы не рисковала несмотря на то что у нас жили стафарширские терьеры и чихуашки значит стафы у нас были уже взрослые они не были щенками они были адресированы они были спокойны они были послушные чихи попадали в наш дом в возрасте маленького щенка то есть по мере роста взрослений потом у нас не было таких вот ну совсем уж микроскопических чихов они уже тоже так скажем привыкали к поведению стафарда стафард очень аккуратно с ними обходился поднимал лапки там пытался через них перешагнуть чтобы не наступить на них ну в общем то скажем прямо под вашу ответственность я не могу скажем отвечать за характер всех собак которых я не содержу дома и я скажу честно я боялась и долго крепко думала имеет ли смысл мне заводить щенка чихуа нашего первого чихуа к нашим стафарширским терьерам взрослым адресированным спокойным послушным я очень долго боялась поэтому здесь совет я вам не дам стоит ли какой-то другой крупной породе заводить щенка чихуа собаки все разные и вы как хозяин должны за свою собаку больше знать мы своих западно-сибирских лайк при том что они не трогают наших чихуашек не выпускаем из вольера на момент прогулки чихуа вот наверное этим я могу закончить это видео про содержание разных пород собак наши лайки гуляют отдельно от наших чихуа во избежание того что брюс когда я их выпускала он просто начинает играть брюс весит под 30 килограмм он начинает играть активно и и пытаться вот как чихуа между собой общаться лапами лапами там и по лицу и по лапам то есть понимаете он просто своей силой лапы может дать по спине чихуашки и повредить ее позвоночник у меня будет парализованная чихуашка он не будет ее кусать он не хочет ее кусать но их игры они совсем по весу и размеру не подходят друг другу так же как собака чихуа стандартного веса три килограмма и собака с весом полтора килограмма на этом я вот с вами ребят прощаюсь это вот моя практика и личный опыт которыми я с вами делюсь ежедневно в наших видео если вам интересно оставайтесь с нами прощаемся на ду ненадолго вон наши чихуашки на солнышке резвятся